МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в нашей программе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что, где, когда? О времени и месте самых интересных событий спортивного форума в нашем сюжете-анонсе. Жизненно необходимо. Каких объектов до сегодняшнего дня не хватало в Яльчикском районе? Для всех, без исключения, наш корреспондент выяснил, как программа «Доступная среда» выполняется в Урмарском районе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Чувашию начали прибывать участники международного форума «Россия – спортивная держава». В Чебоксарском аэропорту уже встретили делегацию Федерального министерства спорта во главе с Виталием Мутко. Первыми, как водится, прилетели журналисты. Освещать работу международного спортивного форума будут более 70 корреспондентов и редакторов различных средств массовой информации. В ближайшие три дня в Чебоксарах будут очень насыщенными в деловой программе форума свыше 100 различных конференций, круглых столов, мастер-классов и других событий. В Минспорты России отмечают – в пятом международном форуме примут участие рекордное количество человек – свыше трех тысяч. У нас Чебоксарская республика является одним из лучших субъектов Российской Федерации по организации физкультурно-массовой работы по месту жительства и среди населения. Именно это стало основным фактом и обстоятельством по выбору города для проведения очередного международного форума России – спортивной державы. Поэтому, конечно, все, что сегодня делают Чебоксары и Чуваши, будет интересно всем субъектам Российской Федерации. Для этого будет проведена и зарядка чемпионов, для этого будет проведен спортивный парад, по программе есть старт международного дня ходьбы, где к Чебоксарам присоединяется ряд других городов Российской Федерации. Это впервые у нас проводится такой старт международного дня ходьбы. И специально на открытие приезжает президент Международной Федерации «Спорта для всех». Все важнейшие события форума найдут отражение в эфире национальной телерадиокомпании «Чуваши». А сегодня проверить готовность объектов отправилась наша съемочная группа. Наш телевизионный марафон начнется уже с традиционной утренней зарядки со звездой, которую проведет известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Вот здесь, на Красной площади, приобщаться к здоровому образу жизни, по предварительным данным, будет около 10 тысяч горожан. Кстати, стать свидетелем исторического события в режиме онлайн можно будет на национальном телевидении «Чуваши». Здесь же, в самом центре столицы Чувашии, на Красной площади в 12 часов дадут старт первому международному дню ходьбы. Под руководством ходоков школы Олимпийского резерва Чувашии участники пройдут пешим маршрутом вокруг Чебоксарского залива. Также будет возможность пообщаться с детским центром «Орленок» в городе Анапа и Олимпийским парком в Сочи в режиме видеоконференции. Необычный флешмоб ждет всех присутствующих на мероприятии. Живое слово «ГТО» будет сложено из 800 человек. А прямо за моей спиной на стадионе «Спартак» в честь единого дня сдачи норматива все желающие смогут проверить свои силы, пройти тест по различным спортивным дисциплинам. Все те, кто дружит со спортом, также смогут проявить себя. Легкая атлетика, армспорт, фигурное катание, а также триатлон, настольный теннис и велоспорт-мутинбайк. По всем этим направлениям пройдут соревнования в различных спортивных комплексах городов Чебоксары и Новочебоксарск. В единстве спорта – единство мира. Стратегия общих интересов. Под таким девизом пройдет пленарное заседание в Ледовом дворце «Сокол» города Новочебоксарска. С 13 до 18 часов центральная улица города – улица Карла Маркса превратится в спортивный бульвар. Шоу начнется у гостиницы «Чувашия» и продлится до Красной площади. Каждый желающий сможет оказаться в мире спорта, здоровья и активного образа жизни. Одной из самых необычных площадок обещает стать музыкальный ринг. Рок-группы городов Чебоксары и Новочебоксарск будут играть для всех присутствующих прямо с крыши ресторана «Центральный». На протяжении всего форума «Россия и спортивная держава» на площади республики будут работать международные выставки-экспозиции, посвященные инновационному развитию спортивной отрасли, крупным спортивным мероприятиям, которые состоятся в России в ближайшие годы, профильной печатной продукции, мультимедиа и интернет-ресурсам. Например, почувствовать приближение грандиозного футбольного праздника можно будет посетив павильон Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Также будут представлены стенды и других международных спортивных соревнований. Например, Чемпионаты мира по водным видам спорта, а также Всемирные зимние универсиады. Кстати, 9 октября объявлен днем без автомобиля, а это значит, что движение будет временно ограничено. Так что в дни проведения главного спортивного мероприятия лучше всего оставить личный транспорт дома и перемещаться только на общественном транспорте. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. Правительство Чувашии обсудило сегодня ряд вопросов, связанных с распределением средств и субсидий. На заседании Кабинета министров также заслушан отчет о работе Государственной жилищной инспекции. Министр финансов Светлана Янилина поставила коллег в известность об изменениях, внесенных в межбюджетные отношения. Речь идет о перераспределении налогов и средств, вырученных многофункциональными центрами. Часть их будет оставаться в местном бюджете. Минэкономразвитие доложило порядки предоставления субсидий электротехническому кластеру на создание центра, стандартизации и сертификации. Фолик участвовал в конкурсе на создание указанного центра сертификации стандартизации испытаний. Конкурс прошел, и нам выделяют федеральные средства на его реализацию. В текущем году это порядка 90 миллионов, и порядка 150-160 миллионов на следующем году. Проектом постановления предлагается разработанный в соответствии с законом Чувашской распределки о бюджете и в целях реализации программы, программы развития субъектов малосреднепредпринимательства. Я напомню, что центр сертификации – это комплекс лаборатории, оснащенных высокотехнологичным оборудованием, аналитическими приборами, средствами измерения, формирующими единую систему аттестации электротехнического оборудования Российской Федерации. Главный жилищный инспектор Чувашия читался о работе службы за последние три года. Доклад Олега Бирюкова в печатном виде занял 56 листов и изобиловал цифрами. Вот только некоторые из них. В результате контрольных мероприятий выявлено более 25 тысяч нарушений. По видам выявленных нарушений можно разделить на несоблюдение правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, нарушение правил пользования жилыми помещениями, несоблюдение нормативного уровня режима предоставления населению коммунальных услуг, нарушение порядка начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги, нарушение сроков установки индивидуальных приборов учета и нарушение порядка заключения договоров управления многоквартирными домами. С каждым годом растет количество обращений граждан в госжилинспекцию. За 9 месяцев этого года поступило уже более 4 тысяч. Это может свидетельствовать о том, что жители Чувашии считают инспекцию действенным институтом, способным призвать к ответу недобросовестных поставщиков жилищно-коммунальных услуг. В настоящее время госжилинспекция готовится приступить к работе по лицензированию деятельности управляющих компаний. Разрабатывается нормативная база, сформирован предварительный состав лицензионной комиссии. Елена Гальпельна, Сергей Рябчиков, Республика. И, как стало известно, сегодня подвели итоги конкурса на замещение должности главы администрации Новочебоксарска. Победителем стал Олег Бирюков. Депутаты Новочебоксарского городского собрания утвердили его кандидатуру единогласно. Новые объекты для качественной жизни сразу в двух населенных пунктах Яльчиковского района накануне перерезали красные ленты. В муниципалитете открыли новую дорогу и фельдшерско-акушерский пункт. Подробности у Дмитрия Ковалева. Село Малая Таеба и деревню Петровка эта дорога связала еще в 70-е годы. Местные жители говорят, что все это время здесь проводили только ямочный ремонт. По трассе возможно было передвигаться разве что на джипах и тракторах. Раньше, рассказывают местные жители, эту дорогу водители лиховых автомобилей преодолевали с большой осторожностью и старались двигаться по обочине, нежели по основной трассе. На пути встречалось большое количество ям во время обильных осадков. Сюда не могли заехать даже пожарные машины. Ремонт дороги растянулся больше, чем на год. Строителям пришлось снимать старый асфальт и укладывать новое полотно. Трасса стала шире, а после реконструкции здесь появилась и обочина для пешеходов. Раньше, говорят местные жители, им приходилось вместить грязь и передвигаться по краю оврага. На ремонт дороги из бюджета было выделено более 55 миллионов рублей. Но деньгами все измерить невозможно. Это делается для того, чтобы молодые люди, наши ветераны, куда хотят, смогли поехать в любую погоду. Скоро откроют здесь общественный транспорт, люди будут ездить на общественном транспорте. И вообще, тем самым, жизнь она будет уже на другом уровне. Это меня радует. Вот очень много молодых таких юношей и девушек, молодых мам. Первыми по вновь открытой дороге проехали не автолюбители, а молодые мамы с колясками. Селяне говорят, что для них это долгожданное событие. Замечательная дорога. Давно ждали эту дорогу. Всегда сейчас будем ходить гулять. Местные власти готовят и другой подарок. Скоро здесь запустят новый автобусный маршрут. В деревне Еметьево тоже звучали фанфары. Здесь после реконструкции открылся фельдшерско-акушерский пункт. В районе это уже второй по счету современный ФАБ. Здесь установили новую аппаратуру, компьютеры, подвели водопровод и газ. Раньше о таких условиях медикам приходилось только мечтать. Раньше у нас было старое здание. Там, конечно, удобства были не очень-то. А вот это вот здание нам со всеми удобствами очень нравится. Надеемся, что и обслуживание будет очень хорошее. Очень рада, очень. Очень. Мы все деревни радуемся сейчас. Новый ФАБ этой деревни и действительно необходим. Он обслуживает более 300 пациентов. В районе качественная медицинская помощь станет доступнее другим селам. До конца следующего года здесь построят еще 4 подобных объекта. Всего по республике планируют возвести 100 ФАБов. Митрий Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. За 4 года реализации государственной программы «Доступная среда» в республике появились санитарные комнаты, подъемные устройства, пандусы, поручни и оборудованные для инвалидов входы в учреждения. Сегодня люди с ограниченными возможностями составляют более 7% населения Чувашской республики. О том, как реализуется программа, направленная на защиту инвалидов в районах Чуваши, смотрите далее. Муссерминская средняя общеобразовательная школа попала в программу «Доступная среда» только в этом году. Однако уже к началу учебного года удалось сделать немало. Заменили главный вход полностью, ремонтировали коридор, вестибюль заново, окна поменяли. У нас новый кабинет психологической разгрузки для детей-инвалидов. Ремонтные работы в туалетах ремонтировали, в столовой ремонтировали, в спортивный зал. Благодаря программе в школе также появились два автобуса, которые привозят учеников из семи деревень. В ближайших планах ремонт детского сада, прилегающего к школе. И установка оборудования в кабинете психологической разгрузки, который смогут посещать все учащиеся школы. Эффективность программы ощутили и жители большечекинского сельского поселения. На его территории живет много пожилых людей, которым сложно самостоятельно добираться до больницы. И открытие фельдшерско-акушерского пункта было очень кстати. Здесь будет одна медсестра и санитарка здесь, как техническая будет. А врачи будут по графику здесь приезжать. Вызывает скорую помощь, и скорая помощь сразу здесь сюда выезжает и забирает бурмары или канаж. К 2015 году в разных районах республики планируется разместить 100 новых ФАПов. Появление новых пунктов, по прогнозам медиков, существенно увеличит продолжительность жизни деревенских жителей. Дарина Игнатьева, Александр Петров, Республика. И вновь к главной теме. Завтра всех участников и зрителей форума «Россия. Спортивная держава» ждут на площадках, выставочных павильонах и спортивных объектов, где пройдут мастер-классы. Но кульминацией мероприятия станет торжественное открытие, которое состоится на Чебоксарском заливе. О том, как сделать из спортивного события настоящий праздник, расскажет режиссер-постановщик Валентин Алексеев. Смотрите программу «По существу» сразу после нашего выпуска. А я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok